Здарова, дамы и господа, с вами, как обычно, Сони, и это, воу, просралось, как The Crew 2. Как вам тачечка-то, а? Ну, покрутим, поверьте, захвастаюсь вам. Lamborghini Gallardo Superleggera, ёпта, 560 на 4. Немножко колхозинга, ну, то бишь, тюнинга, вы сами понимаете. Вон, спереди у нас ни хера себе, какой он бамперище, там, сплиттер снизу ещё сумасшедший, пороги вон с закрылками, сзади появились жабры у нас на крыльях, потому что добавляется такой закрылычек чёрный, симпатичный, и антикрыло тоже не стоит. Ну, всё остальное почти что стоит. Пару тюнящик на тачке. Короче, знаете, ZSG 2 это тот редкий случай, когда я на ночь глядя, включаю Nvidia Shield, мать бы его, и запускаю по трансляции со студии с ПК The Crew 2, чтобы покататься просто for fun. Это очень редко происходит, но с этой игрой его случилось. Я нафармил на эту тачку, потому что, бляха, интересно, не знаю, это ни хрена, не думайте, что это реклама, просто мне заходит за крюль. Хотя, force feedback'а до сих пор нет, вот это вот говно меня раздражает, с одной стороны, но здесь как-то так сделано, что, блин, нормально, вполне себе можно кататься. Тачка-пушка, блин, но, в принципе, нам есть на ней уже где покататься. И я стал тут теперь ни хера себе знаменитость. У меня хер знает сколько там подписчиков, давай посмотрим, 64 тысячи подписчиков у меня. Вот, как-то так. Вот, так что растем. И нам тут доступно дохренища новых дисциплин. Я предлагаю сегодня что-то и покататься. Вон, я вижу уже трассу Golden Hills. Туринг-кар. Я еще ни разу на турингах здесь не гонял. Предлагаю это дело исправить. Перемещаемся туда. В 216 рекомендуется 190. Нам нужна будет тачка какая-то. Сейчас поменяют явно нашу ламбу. Чтобы добиться максимального успеха, нужно знать свой автомобиль вдоль и поперек. Все звуки, неровности, вибрацию. Если что-то не в порядке, отличного результата не будет. Следи за своей машиной. Вот такой вот тарантас. А я буду следить за тобой. Следи, следи. Какой-то там Ford, пикапчик. Я в 150, что ли, херва знаю. Что за Ford? Нам туда. Поехали, погоняемся по треку. Я знаю этот трек, я на нем уже катался. Фрирайдил, так сказать. Ну что, понеслась? Заценим. Что дают? Он даже пробуксовал. Кстати, он, по-моему, не настроен у меня в этот класс. О, пацаны, ни хера какая дерзость. Он, по-моему, точно не настроен. Но, тем не менее, он пробуксовал на старте. Что было удивительно для меня. Так, тут у нас, что, какая траектория. Тут же куча конфигураций. Выбиваемся в лидеры. Наш Ford просто всем жопы разрывает по полной программе. В принципе, нас это устраивает более чем. Очень, э, быстренько будем откровенными. Что не работают зеркала, в которых ты видишь, что ты видишь какое-то мыло. Нет, там какие-то очертания даже есть. Но вот датчик вообще в упор не видно. Хорошо летим. Ну-ка тут пошире, а теперь так под апекс. Ну, немножко быстровато вошли. Бывает. Не без этого. Блин, тот те лоптый момент, когда ты видишь поребрик. Ты, сука, не чувствуешь его ни хера в руле. Вообще за бич. Тем не менее, трек здесь довольно-таки прикольный. 21 процент. Это сколько кругов у нас тут будет? Мы уже явно проехали больше, чем полкруга. Ну-ка пошире. Мы доминируем и властвуем здесь. И унижаем. Все, что шевелится. Пацанчики за нами чуть-чуть не поспевают. И так, 33 процента у нас. Это круг номер один. Следовательно, у нас будет три круга. Ваш кэп. Так, а тут что куда? Тут по тормозам вот что куда. Соперники, к сожалению, у нас слишком донные. Может быть, у меня слишком топовая тачка. Этого я не знаю. Я на этом парне еще ни разу не катался. Мне его дали по голде. У меня ж ни хера себе пожар-версия. Голд эдишн, ёпта. Вот, надо посмотреть, что он из себя представляет. Потому что я смотрю, что-то я от всех так отъехал. А я их уже на карте ни хера не вижу. Можно вообще не париться. А ты себе едешь такой и не заборачиваешься. Но это не наш формат. Наш формат по хардкору. Да? Многие именно поэтому мои каналы смотрят. Потому что здесь бывает топчик. Жопа горит у Сончика. Гоночки вообще запредельно охренительные. А тут в Зигзгеш там что-то запредельно все изи пока что дает. Не, ну некоторые заезды тут были веселые. Но это что-то не протурим. Но трек мне нравится. Кольцо номер два. Мы что-то родили. 8,8 секунд. Мы привозим нашим недосоперникам. Инвалидам вот этим вот. Потому что я не знаю, как таких можно еще товарищей. Назвать не гонщики. Это какой-то пародия. Какая-то. А, пацаны. А, вот. Тут даже до финиша пока сколько оказалось. 14 секунд. 14, Вася, блин, секунд. Ладно. На самом деле здесь можно сложность менять. Но ее можно поменять только лишь, когда ты заезжаешь на трек. Точнее, когда ты проезжаешь заезд. И вот на второй раз доступна сложность, по-моему, повыше. Так было в бете. Но здесь я, кстати, не пробовал. Может быть, зря. Сейчас, короче, посмотрим, какой рейтинг у нашей этой Точилы. Потому что что-то она пердаки всем уничтожила. Едет вполне себе неплохо. Плюс надо ее подстроить, как я уже сказал. Отключить нахер стабилизацию. Чтобы хоть чуть-чуть характер появилось в этой здешней аркадной физике. Кстати, физика аркадная, ну, это правда. 18 секунд. Ёбушки, лоробушки. Ну, вот на руле реально охренительно такая. Отдохнуть. For fun. После суровых будней, там, какой-нибудь осетной курсы про джекарсы, гранд туризма, спорт. Ай-рейсинга и прочих радостей. Давай зажжем. На нитро. Еее, бэйби. Отлично. Думаю, все детали были на своем месте. А, это, типа, первый заезд. Типа, тестовый. А, ну да, они все тесты вообще изи. Хотя на катерах было не то, чтобы прямо охренеть. Суперзвезда. Вот. Ваш покорный слуга. Хорошо. Смотрим, что он. 216 из 320. Надо было, по-моему, 190 там рекомендовали. Хорошо. Хорошо, мы можем сейчас еще и что-то заменить тут на покруче. О, рызына, это хорошо. Йохмхой. Йохмхой. Такое название, блин, говно какое-то. Вот. Да, хорошо. Вот, что мы имеем на сегодняшний день. Кстати, вот этот вот самолет очень прикольный. Я не думаю, что я буду на видосиках летать. Ну, кстати, в этом AR-классе. Летать, в принципе, интересно. Потому что там нужно летать под правильным углом. Залетать через чекпоинты, грубо говоря. Но вот этот класс AB. Просто какие-то финты делать. Я не буду это снимать, ребят. Смысла нет. Херня полная. Еще у нас тут ждет 458-я Феррари. Но она к классу гиперкар относится. Пусть я себя ждет. Дрифт Корчина. Кстати, дрифт заезды новые появились тоже. И ха. Как говорит Труман, моя бубочка. Ламборгини Гайярда. Которая многих задолбала. Я считаю, что много ламбо не бывает. Я думаю, что многие со мной согласятся. Это охренительная тачка. Так, хорошо, господа. Мы выходим в открытый мир. Что мы себе думаем? А мы себе думаем, что мы сейчас попрем на какой-нибудь следующий заезд. Что, поедем опять в Туринг? Что-то я там еще. Вот еще есть. Какая-то трасса гигантов. Лагуна Сека же не там, да? Находится. Явно не там. Короче, какая-то трасса гигантов. А 217 мы, рекомендуется 205. Сложность, видите, нельзя поменять, пока мы такие не проедем хотя бы разочек ее. Но на высокой сложности реально сложнее. Встречайте старинную семейную традицию гонка наследия семьи Бишопов. Три поколения Кларенсов Бишопов и все в одном состязании. Это те, которые с чужого? Они каждый год ее спонсируют, и каждый год один из них побеждает. Может, прервешь эту полосу побед и создашь новую традицию? Да, я думаю, что такие прервут. Извините, Бишопы, но сегодня не ваш день будет. Мы приехали на туре. Ёпта. В натуре, на туре. В натуре. Давай. О, опять пробуксовал. Блин, я опять не настроил. Вот мудак. Характеристики не залез. Еще я вспоминаю, когда что-то происходит с тачкой, но она, тем не менее, буксанула на первую часть. О, здесь я типа бодрее еду. Или мне показалось? Может, мне и показалось. Смотрю постоянно на карту, ибо нифига не знаю. Здесь дешний трек. Ладно, можешь немного насладиться лидерством. Да. Это точно. Это было четко сказано. Макларен. МП-4-12С. Мерседес 300СЛ. А это что? Ламбо Миура, что ли? Да какие тачки я тут вижу, пацаны? Или, или... Чего это? Нет, ну не лампами, урода. Что-то другое. Нихера не уже. Слушай, эти едут. Эти жопу прям мне сейчас могут туда драть. Поэтому... Я пришлю тебе отрывку. С книги стало почёта. Да сука. Ты меня решил подраконить. Да? Это было вообще не круто. Давай, алё. Что-то резко моя машина не поехала. Но я реально слился. Реально слился. Копим нитро. Пол баллона есть. Зажигаем. Не очень по выгодной траектории. В рот тебе, сука, ноги. Так, я вижу то, что дело пахнет керосином. Следовательно. Мы не будем тратить времечко. Мы прекращаем. Да, п***ь, прекращаем заезд, я сказал. Пацаны. Короче. Ёбать форт. Не позволяет мне угнаться за ёбать погани. Какой-то там. Мы едем на другой заезд. Мы туда вернёмся обязательно. Но. Проблема в том, что у меня есть 6 передач. 6. А, сука, использовать я могу всего лишь 4 на этом треке. И это крыто, ебать, блин. Нихера не угоняется, короче. Здесь нужен баланс. И для этого порой стоит вспомнить старую школу. 300 SL. Тот самый. Это, короче, какая-то жесть. Поэтому нам надо немножко подопилить тюнинг. А вообще мне надо регулировка машины. Блин, что это за х***о? Потому что я не могу использовать две дополнительные передачи. У меня длиннючая передача. Она их нихера не вывозит. Я не могу угнаться за погани, блин. Вот, появилась малейшая сложность и всё. Форд обосрался. Сейчас и Мерседес обосрётся. Да, б***ь. Зыкрю. Ты меня решила потроллить сегодня? Или что с тобой творится? Я обожаю работать с классическими автопроби этого. Знаешь почему? Никаких компьютеров. Только я и эта машина. Ух, хера какая траектория тут. У неё тоже длинно-дикие передачи. Зачем? Дико длинные в смысле. Зачем? Такая настройка. Вторая передача, б***ь, по 200. В общем, наркоманы неадекватные. 180 отсечка на второй. Ну ладно, здесь хоть все на одинаковых тачках. Тут поборемся что-то. А шо-то нет. Ты же не считаешь, что раз это классика, то и водить её будет просто. Никаких усилителей. А, есть. Ни на тормозах, ни на руле. Так что готовься. Придётся выложиться по полной, чтобы удержать эту чертовку. Блин. Нормальные гоночки, я смотрю. Охренеть. С одного поворота всех и поимели. Заруливаем, ёпта. Появилось большое желание моего форда подпоменять. Вот почему людям всё ещё нравятся такие гонки. Только ты и твоё мастерство. Никаких наворотов. Да, это круто. Нифига себе, в атаку пошли так. Воу-воу, пацаны. Садиви. Так, вот на этом повороте или на каком? Не, не на этом. Я неплохо так доминировал. Мерседес прикольненький, между прочим. Вот на этом. С репухой не траектории едут. Наркоманы. Мне кажется, Эдли есть настоящий гонки. Всё остальное не важно. Пока. Здесь всё просто и элегантно. Прибереги свои трюки. Здесь место для настоящих гонщиков. Да ты шо. Это кто, говорит? Тот, кто позади меня? Герзкий упырь. Так, так, так. Куда тут? Чё тут? Начинаются извилистые. Прикольный трек достаточно. Вот есть тут Сиклю 2. Треки действительно интересные. И гонки в этом классе. Туринге. Вполне себе такие достойные внимания. Я от всех так отъехал хорошенько. Опять же, это меня радует в данный момент. У нас так по нарастающей пошло. Но, блин. С этими бишопами я хер знает, что с ними делать. Они меня черти песят. Забираем победу. Давайте вы дадите для этого класса нам сейчас ништяков. Мы их соберем. А вы не хотите нам тачку эту подогнать? Она, кстати, вполне крутая. Ништяки забрали. Денег рубанули. Но вообще я поменял бы, блин, этот пикап свой на что-то более такое. Опа. А? Посмотрите на его выхлоп. Сбоку к двери приколхозили. Ну, это называется «Да что ты знаешь о колхозе?» Круто. История – это постоянный процесс трансформации. Но пока мы идем вперед, нам нельзя забывать, откуда мы пришли. Угу. В прошлом много поводов для гордости. Столько отличных заездов и великих гонщиков. Это наша родословная. Она определяет нас в настоящем и указывает, кем мы станем в будущем, несмотря на крутые повороты судьбы. Эта-дам. Хорошую тачку мы получили в коллекцию. Теперь, в каком она рейтинге, мне вот интересно. Блин, туринг повеселее. Это круто. 192. Это будет попизже. Поэтому мы ставим сюда. Нет, не ставим. Да, зашибись. О, 227. Эбу мы получили, и все. Ну, что, 196 я буду ставить? Спасибо. Как-нибудь другой род 218 стало. Эта машина... Очень странно настроена. Он сигналит силой мысли. Зачем руку на сигнал ложить? И самое главное, какой сигнал на туринг-каре? Лишний вес, нам все дела. Ладно. Это все мелочи. Что там у нас? Бишопы клятые. Три клятые, я бы сказал. Да, три гонки у нас, получается, доступны на данный момент. Туринг, ёпта-кар. Денег столько, что, наверное, ничего пижа мы не купим. А ну, подожди, идем заглянем. У нас ремелькает, там, типа, новая дисциплина, да? Новая дисциплина, про рейсинг. Давай войдем, посмотрим. Что нам тут предлагают-то? Кстати, драк-рейсинг появился. Среди новых дисциплин. Да, да, да. Но только мне по машину... О, Air Race, вот это прикольно. Air Race мне нравится. Альфа-GP. Даже такое будет круто. Хорошо, Вась, хорошо. Вот, шо почем. Сто шестьдесят три тысячи. Да уж, дороговато будет. Двести сорок. Короче, не вывезем мы на что-то покруче по деньгам. Вот наша корыта. Сколько она стоит, черт не знает. Двести тысяч. Даже Ford Focus, блин, по характеристикам пиже, чем это ничтожество. Ф-150. И то, это он на тюнинге у меня. Да, бабок нема. Короче. Вот эта тачка и то была подороже, хотя у нее рейтинг еще ниже. Ох, какая пушка. Чарджер, сырь какой охренительный. Очень много здесь действительно достойных аппаратов, но... Ф-150. Вот, что нас ждет на данный момент. Поехали к Бишопам. Это будет сейчас какая-то боль. Наверное. Да, потому что реально, блин, реально тут так уже повеселее, если заездить. Встречайте старинную семейную традицию гонка наследия семьи Бишопов. Три поколения Кларенсов, Бишопов и... Я меняю машину, потому что... Это явно будет послабее, чем я там. Где в одном состязании. Они каждый год ее спонсируют, и каждый год один из них ожидает. Хотя мне кажется, что даже в Мерседес получше едет. Может, прервешь эту полосу побед и создашь новую традицию? Может, мне, конечно, кажется. Ну-ка. Три. Два. Два. Епта. Один. Вторую. И аж шота даю. У него недостаточно я поворачиваюсь, поэтому я делаю себе рулежку сильно почувствительнее, чтобы хоть как-то это компенсировать. В рот вам ноги. До херогонщики Порша. Что, ламба лидирует? Давай-ка мы дадим жару. О, ты смотри, этот Восек на своей погане уже не поехал так бодро. Идите нахер. Отлично. Присанем к эту ламбу. Вот сейчас будет поворот не очень приятный. Без песочка, давай-ка. За ламба. Блин, он едет по такой странной траектории. И при этом едет быстро. Каким образом? По внутренней заходит поворот, блин. Я его догнать не могу. За ним. У меня даже быстрое переключение хера не помогает. За ним, блин. Это, кстати, гаярда гребаная. Даже по слепстримам не могу угнаться. Сорок процентов. По внутренней, в атаку. Нахер. Отлично. Выбиваемся в лидеры. Ненадолго. Здесь надо бы подускориться. Потому что сейчас она меня догонит и будет жестко прессинговать. Опять же, нитро. По колдауну, что называется. Как только оно появляется. Странно. В предыдущих заездах хорошо ехала как раз таки не Ламбо, а Паганище. Но в этот раз как-то Ламбо едет бодрее. А так, она, кстати, приблизилась ко мне. Чуть-чуть. Потому что во второй части трека я реально теряю малость. Очень длинная передача на этом Форде. Просто не вывозит их. Чуть-чуть распробовал трек. Да идем, в принципе, проще. Может быть, я еще тушать днем еду чуть побыстрее. Давай, 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 родной. Божечки, как тебе тяжело. Я прям чувствую, как твой мотор всырается, блин. От таких длиннющих передач. Ох, снесло передок. Это очень плохо. Потому что здесь у меня был отрыв, а сейчас он небольшой. То есть они сейчас будут в зоне атаки по более так... Серьезному. Поплавнее надо стараться ехать. Приближаются к сучатку. Ну, черт, и пролез уже. Пролез. Ламбо, блин, уже прям тут. У меня нитро почти полный баллон. Скоро будем юзать. На четвертой до упора прям финиш. И пересекаем. Да, я забрал эту победу. Блин, туринг мне понравился, ребят. Это было потно. Переключаемся в 900 градусов опять. Это было реально потно. Хорошие соперники. Ну, наша тачка теперь пустанулась чуть. Но ее надо менять. Не знаю. Либо даже не менять, а регулировать надо. Я бы поменял. Там есть гораздо более интересные автомобили. Даже классические. Есть действительно прикольные аппараты. Но в любом случае, туринг это здорово. Мне нравится разнообразие в этой игрушке. Тут тебе, блин, что хочешь есть. В принципе, что хочешь. Мы еще до байков не добрались, пацаны. Все будет. Все будет впереди. Так что я надеюсь, что вам было интересно. Если вы таки интересно, жарь лайчину. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. С вами был Соня. Увидимся, господа. Пока. Мерседес. Вот тебе, сука, ноги. Давай, держись. Нет, мне на песок.